Приветствуем всех обладателей приписок 5-го пехотного корпуса и других. Сегодня у нас первое интервью с начальником Софийского полка, бароном Кенетберским, майором Васильком. Здравствуйте. Всем ППК-шникам привет и станет заболезнен. Итак, первый вопрос. Как же вы стали начальником Софийского полка? Началось все примерно в конце осени, когда господин Хенкеров, тогдашний начальник Софийского полка, назначил меня на портупии. С того момента, ну, я примерно повышался по КМ-лестнице и развивал подразделение свое. Потом мне господин Хенкер пишет, что он устал, что он больше ничего не хочет делать и назначил меня, чтобы я заменил его на этот пост. Иногда мне кажется, что это произошло просто потому, что не было других кандидатов, но это уже мы опустим и может приходить к следующему вопросу. Хорошо. Нравится ли вам ваше звание сейчас? Ну, на данный момент я уже, как и господин Хенкер, сам начинаю задалбливаться, но, в принципе, я пока еще на посту и уходить, думаю, не скоро. Но когда-нибудь это случится. Можно следующим вопросом. Кого вы хотите поставить вместо себя на начальника Софийского полка? Я бы мог сказать, что это секрет, но, если честно, я и сам пока не знаю. Так что все. Надоел ли вам уже холдфаст? Безусловно, надоел игрокал, но, как и большинство здесь, я здесь сижу уже не ради холдфаста, а ради друзей, которых я получил в этом, в этом сообществе. Мне весело с ними играть и общаться. Ну, в принципе, благодаря холдфаст мы с ними познакомились, так что, может, игра и холдфаст, но она дала нам то, что мы сейчас им. Можешь следующий вопрос. Хотели бы ли вы высшезвание, например, сам начальника штаба или сам начальник штаба? Мне было бы приятно, если бы мою кандидатуру вообще бы рассматривали на данную должность, но, если бы мне это предложили, я бы, скорее всего, отказался, потому что это довольно большая ответственность. Я вообще не очень ответственная, точнее, ответственная, или просто лень этим все заниматься, и я просто под конец могу устать и просто за всем, чтобы они шли куда подальше. Потому я бы, скорее всего, не стал бы выше в должности тем, кто еще занимает. Пожалуйста, следующий вопрос. Хорошо. Как вы вообще вступили в полк? Когда это было? Как вас приветствовали? Как вообще это было? До 5-го пехотного корпуса я, конечно, служил в Калужском полку, но, в принципе, вопрос не об этом. Пригласил меня человек, известный как Олевти, тогдашнее срочество, которое назвалось первая Западная Армия. На самом деле, я уже не помню, что тогда было. Он меня, вроде как, пригласил, и, по-моему, мне ничего толком не объяснили, я просто посидел, прошел на тренировки, на ивенты, потом Пазар развалился и стал ППК. Я тогда, на самом деле, подумал, что, в общем, когда я был в Калужском полку, который туда ступил, там уже было все довольно плохо, и тогда Калужский полк переформировался в Лифлянский полк, а потом и вовсе сдох. И когда подобная история произошла с Первой Западной Армией, я подумал, что тут опять все умерло, и просто, куда я прихожу, там все умирает, и я тогда Калужану. Но, в принципе, все было хорошо, так что я рад, что у тебя было хорошо. Можно следующий вопрос? Сколько вам лет? Печально это признавать, но мне 21 год, я уже старый и дряблый. Если была бы возможность вернуться лет на 10, так, что бы вы изменили в своей жизни? Интересный вопрос, конечно. Но отвечу банально, наверное, даже. Я бы, на самом деле, вряд ли бы что поменял, потому что, благодаря тому, что случилось, я есть такой, какой есть сейчас. Ну, и, в принципе, я за это благодарен тем событиям, что тогда произошли, и тем людям. Чему-то я научился, чему-то... Чему-то я научился, но что было, то было, и... В принципе, я не то, чтобы жалуюсь на свое прошлое. Можно следующий вопрос. В какие игры вы предпочитаете играть, в какие играли, в какие любите играть? Что вам больше всего интересного в играх? Ну, вот, я предпочитаю сюжетные игры, и я их люблю из-за того, что я и нравится наблюдать за историей, за развитием персонажей в ней. Но, думаю, те, кто играет в какие-нибудь такие проекты, как Кадал Вор, или, там, Ведьмак, Red Dead Redemption, поймут их. Так что, можно приходить к следующему вопросу. Если бы вам осталось приблизительно жить три дня, что бы вы стали делать? Ну, за три дня много чего не сделаешь на самом-то деле. Скорее всего, я бы просто лег и лежал бы, и ждал бы, когда это случится. Может быть, побольше времени с близкими провел. Может быть, зашел бы в какой-нибудь ТЦ, и разился до гола, и начал бы орать какую-нибудь аниме опенинг. Хрен знает, что бы мне пришло в голову. Так что, ну, наверное, я вот так отвечу. Может быть, следующий вопрос. Считаете ли вы, ну, для себя, примером для подражания, и почему? Ну, на самом деле, никогда не считалось, как пример для подражания. И, в принципе, довольно негативно отношусь к тому, чтобы брать с кого-то пример, хоть даже и хороший. То есть, так сказать, лучше самому развиваться и учиться, конечно, чужих ошибках, но быть самим собой все же. И не брать особо с кого-то пример. Может быть, следующий вопрос. Какая ваша любимая вселенная, по типу Звездных Войн, или, ну, под примером Которых, или же Быстрые колеса, или еще что-то другое? Так, ну, на это вопрос он легко ответить. Мы уже сами на него частично ответили. Мне нравится вселенная Звездных Войн, также вселенная Ведьмака. И когда-то еще раньше интересна вселенная из Элдос Кросс, но потом мне интерес как-то пропал. Ну, и вселенная Холдфаста, это, конечно же, база, да. Можно следующий вопрос. Как ты относишься к ЛГБТ? ЛГБТ, что ж. Я, в принципе, нейтрально отношусь к некоторым представителям данного формирования. Но это нейтральное отношение к тем, кто просто сидит и... У меня просто на них насрать, как бы. Пускай они там делают, что хотят, пока меня не трогают, меня как-то не колышут. Я, скорее, негативно отношусь к активистам. Это, в принципе, относится не только к ЛГБТ, это, в принципе, относится к любой идеологии. То есть, когда есть именно такие активисты, которые вечно что-то орут, которые считают, что они правы, другие, нет, вот такие раздражают. Ну, и которые просят вообще всю общественность, как-то и влияют на своими высерами. Отвечу вот так вот. Можно следующий. Как вы относитесь к политике? Каких взглядов придерживаетесь? Какие не очень сильно любите? Или что вы вообще думаете о политике? Ну, на самом деле я политичен, так что мало чего могу сказать в этом поводу. Можно взять, в принципе, отсюда ответы из прошлого вопроса. То, что мне, в принципе, любая идеология, мне на нее когда пофиг. Если человек, если человек и придерживается просто и может отставить свою точку зрения, если его спросят об этом, то ничего не имею против. Но, опять же, какие-нибудь активисты, которые будут выходить на улицы, раньше, давайте вернем коммунизм, там, или давайте вернем монархизм, тогда вот все мне не по душе. Можно следующий вопрос. Как вы проводите свое личное свободное время, там, сидите, лежите, как проводите? Вы сами ответили на этот вопрос, я сижу и лежу, 24 на 7. В общем-то, может быть еще вопросов. Хорошо. Напишите свое самое большое достижение в жизни и самый впечатляющий провал, который у вас был. Так. Ну, насчет достижения мне трудно что-то сказать. Я могу поделиться тем, вот, таким навыком, который меня мой отец обучил. Я умею убивать резинкой мух. Но, раз я даже в полете это делаю, я безмерно горжусь тем, что у меня этот навык есть. И всем советую научиться так же так делать, и это довольно весело. Насчет провалов, на самом деле, на память ничего не приходит. И даже если что-то и произошло, то это такой себе порвальчик. Ничего впечатляющего, на самом деле. Так что, давайте следующий вопрос. Представьте, что вы можете организовать ланч судьбым человеком в мире. Кто бы это был и почему? Можно встречный вопрос, вот, имеет ли значение языковый барьер между нами? Нет, абсолютно не имеет. Может быть, абсолютно любопытного человека. Хоть саргутского, хоть полика, хоть воином-британцев, хоть колокола. Я понял. Ну, тогда, скорее всего, это был бы кто-то из членов группы PowerWolf, который я очень люблю слушать. Мне было бы очень интересно узнать то, почему он вообще пришел в эту группу, как они нашли друг друга, как он учился играть на инструменте, или если бы это был вокалист, как он учился петь. Потому что я очень интересуюсь музыкой, и мне было бы интересно так послушать мнение профессионала, о котором я увлекаюсь и в какой-то степени уважаю. Можно следующий вопрос. Чем вы больше всего гордитесь в своей жизни? Ну, трудноватый вопрос, потому что не было ни о таких событиях, чтобы я был безмерно этим горд. Ну, на память сейчас приходит то явление, что сейчас недавно произошло. Это, скорее, не относится к моей личной жизни, это, скорее, Holdfast. Думаю, многим известен такой человек, как Гиба. И вот этот человек был под моим крылом первое время. Я видел его рекрутом, как он начинал. Я повышал его до портупе, и сейчас этот человек занимает довольно высокую должность. именно заместитель начальника штаба. Ну, и я горжусь вот этим человеком, то, что... Так же горд собой, то, что он... Я его как-то частично воспитал, и то, что он благодаря мне остался в этом комьюнити. А из... Ну, я из личной жизни, как ты сказал, мне довольно трудно вспомнить такие события. Так что можно следующий вопрос. Хорошо. Когда вы последний раз плакали? Прикольный вопрос. Я не помню, на самом деле. Ну, это реально было очень давно. Но могу вспомнить то, что у меня щенок, мой любимый, его машина сбила. Я тогда очень сильно расплакался. Но я тогда был еще ребенком, в принципе. А так, ну, я, наверное, не плакал уже много лет. Так что сложно мне вспомнить, когда это было последний раз, и по какому поводу. Так что можно следующий вопрос. Хорошо. Итак, следующий вопрос. Как вы выбрали свою профессию? Есть ли она у вас вообще, и в чем ее смысл? Что ж. На самом деле, профессию мне прямо сейчас нет. У меня есть образование. А именно, ну, в деплайм пока не написано, что я менеджер по закупам. Но на данную профессию пока не поступил нигде. Не нашел место. А я, в принципе, и не искал дальше. А как выбрал? Ну, на самом деле, тоже довольно случайная вещь. Потому что в университете, в котором я учился, он просто был где-то уже далеко от моего дома. И обучение там было недорогое. И, в принципе, нормальная, так скажем, среда. То есть, и преподаватели, и студенты-то нормально были. Ну, и вот так вот получилось. По большей части, случайно. Ну, что, может, следующий вопрос. Хорошо. Что бы вы предложили попробовать сделать каждому? Угу. Каждому. Покушать чернички со сметанкой. Очень божественная штука. Дайте себе еще вопрос. Итак, переходим к вопросам из канала «Вопросы от гостя». И первый вопрос от Сквити. Какие офицеры, по вашему мнению, из ВЗА, ДЦР, 23-ти ЕРК, УРФ и ППК делают русской комьюнити лучше? А какие, наоборот, его ухудшают со временем? Ну, достаточно провокационный вопрос. Но те, кто делают лучше русской комьюнити... Ну, из ППК, наверное, это большинство офицеров. Не все, конечно. Но, большинство офицеров, что у нас имена в комьюнити, в принципе, стараются, чтобы все было у нас хорошо. Во всем руках, видите, не только в ППК. Что касается других сообществ... Так, ну, могу припомнить о Брэка и Старозападной, который, в принципе, всегда старался быть мирным и поддерживать хоть какой-никакой, но хотя бы нейтралитет между всеми полками. Из двадцать третьих... Ну, там особо мне ситуация неизвестна. Могу отменить сельсака, который не является начальником у них. Но ребята вроде как стараются просто хотя бы держаться подальше от конфликтов и сотрудничать со всеми. Из московского... Гренадирского полка... Ну, там ребята просто на своей волне и тоже, я не думаю, что они приносят хотя бы разлад какой-то в сообщество. Ну, и, в принципе, позитива, ну, у них там, там у них, скажем, локальное сообщество, и они не особо сильно влияют на ру-комьюнити в целом. Так что, может, следующий вопрос. Хорошо. Вопрос следующий. От Кризи Лиса. Когда же уже на пенсию? Ну, на пенсию тут. Если в реальной жизни, то в реальной жизни я не доживу до пенсии. А в холдфасте, ну, пока не знаю. Может скоро, может нет. Может завтра, может послезавтра. Может через год. Кто знает. Давайте следующий. Следующий вопрос от Гибы. Какое твое любимое блюдо? Ну, помимо какой-нибудь банальной пиццы, могу, конечно, сказать, что это пельмешки со сметанкой, макарошки с сосисочками, также я очень люблю гречу, и... Ну, и как я в одном из предыдущих вопросов ответил, это черничка со сметанкой. Всем советую. Да, дальше. Итак, следующий вопрос от Атиларуса. Смотря на прошлое своих предшественников, вашей должности, начальника Софийского полка, что вы можете сказать о прошлом и о будущем Софийского полка, и о своей должности? Что ж... Серьезный вопрос на самом деле. Касаемо прошлого, я не могу очень много чего сказать, потому что я в этом комьюнити только год. А как мы знаем, это комьюнити уже как минимум 3, а то и 4 года. Ну, я пришел примерно в тот момент, когда... начальник Софийского полка, даже не помню, кто тогда был, Софийский полк являлся частью 6-го корпуса, и так как это был совсем новичком, я даже не знал, кто там руководитель. Но вот это было тогда и легче. Более-менее мне запомнилось правление БМВ, который позже ушел в московский реводер. Я считал его довольно хорошим командиром и, в принципе, веселым парнем. Но именно как начальник он мне не особо запомнился. Больше всего мне, конечно, выдалось поработать с господином Хенкером, который, ну, на самом деле, много чего сделал для Софийского полка. И, в принципе, это время, когда господин Хенкер руководил им, было достаточно хорошее время, когда мы отделились от 5-го корпуса и были как бы посередине между московскими гранатюрами и ППК. Тогда у нас был свой сервер, и тогда все было довольно лампово, на самом деле. Я исключаю по тому времени. Что же касаемо сейчас, когда я начальница ФИСКОПОВКА, ну... Ну, я надеюсь, я просто хоть что-то сделал хорошее на своё подразделение. Как минимум, я его не угробил. Я этим горжусь. Будущее... На будущее ещё сложнее ответить, потому что будущее Софийского полка зависит и... не только от самого Софийского полка, но также ещё от будущего 5-го корпуса, от будущего, в принципе, ру-комьюнити, от будущего вообще всей игры, в которую мы играем. И... Ну, просто, мгновенно, время покажет, что же всё-таки будет. Мы лишь можем стараться делать всё для того, чтобы это будущее было хорошим, а не плохим. Может, следующий вопрос. Итак, хорошо. Следующий вопрос от Magic of Tia. В чём же сила? В чём же сила? Ну... Всем известно, что сила — это довольно общее понятие, и сила течёт в нас, и пронизывает все живые существа. И сила течёт в нас, и мы едины силой. Все. Абсолютно. Думаю, всем фанатам Звёздных войн это известно. А тем, кто и таким не является, ну... Соболезно. Может, следующий вопрос. Так, следующий вопрос от господина Хэнкера. Как же вы решаете конфликты с людьми из других полков? Угу. Что ж... Слава богу, в последнее время конфликтов у нас не было. Если же брать последний пример, когда у нас была небольшая стычка с артиллерией, ну что, тогда просто произошло то, что пришёл папочка с Квизи, ну и всех помирил. В принципе, я бы, наверное, точно так же бы сделал, находясь на его месте. Но это если касаемо полков в нашем сообществе. Что же касается, если были бы конфликты с другими сообществами, там я уже особо не решаю, и, в принципе, у меня таких случаев не было. Ну, как-то так. Ну, нет, ладно, я ещё скажу, что если бы, в принципе, ещё бы какой-нибудь конфликт был бы, я бы... я бы просто постарался бы как-то удовлетворить обе стороны, чтобы все в итоге остались хотя бы... хотя бы нейтральными друг другу и просто тихо и друг друга ненавидимы. Хотя бы так. О чем срались и оскорбляли друг друга. Так что давайте следующий. Следующий вопрос от Дир Кесле. Как вы относитесь к геноциду чурок? Весьма-весьма провокационный вопрос. Я отношусь к нему непосредственно. Давайте следующий вопрос. Итак, следующий вопрос от Катяры. Василек, как играть против очень плохого человека, который берёт арту, когда нельзя арту? Что ж. Есть два решения этого пути. Просто ливнуть с катки и начать другую. Либо же остаться и всю эту игру проклинать данного человека и всю его семью. В принципе, я в основном выбираю второй вариант. Меня, конечно, не очень приятно это делать, но это довольно весело. В принципе, иногда разнообразие в жизни не помешает. Давайте следующий вопрос. Хорошо. Следующий вопрос от Дениса Дава. Кто ты по знаку Зодиака? Такс. В знаке Зодиака я не верю. Скажу, что я баран. Кто понял, тот понял. Давайте следующий вопрос. Следующий вопрос от господина Аббарека. Какие у вас взаимоотношения были и остаются с господином Хенкером? С господином Хенкером? с господином Хенкером у нас довольно дружелюбные отношения в принципе. Как были, так и есть. Начинались они скорее сначала как начальник-подчиненный, когда он назначен меня на портуке, а потом со временем, пока мы вместе работали над развитием софистского полка, мы постепенно сдружились и до сих пор общаемся. В принципе, хороший человек. Я считаю, что таких должно быть побольше. Конечно, есть у него плохие моменты, никто не идеален, но все же он лучше, чем некоторые. Не было бы есть кто. Можете это еще от вас. Итак, все вопросы из канала «Вопросы гостю» заканчиваются. Теперь переходим к последним трем вопросам. Итак, Василек, оказавшись перед сенатором Амстонгом, что бы вы ему сказали? Что ж, ну скажу, что это великая честь встретить данного человека. На самом деле я даже не знаю, что бы я ему сказал. Я бы просто хотел пожать его крепкую мужскую руку и пожелал бы ему удачи в его планах, которые он себе строил. Конечно, к сожалению, неизвестно, что эти планы ему свершить не удалось в связи с некоторыми стоятельствами смертельными для него. Ну, в общем, так, я отлично данный вопрос. Давайте следующий. Отлично. Итак, следующий вопрос. Какую музыку вы слушаете? в основном я слушаю металл, если быть даже более точным, такие поджанры, как power metal или там folk metal. Также я увлекаюсь кантри и иногда могу послушать джаза. Это несколько по настроению идет, но все-таки любитель металла и рока. Можешь следующий вопрос? Итак, следующий вопрос. Последний вопрос. Кто ты по гендеру? Я миномет 2B9. Отлично. На этом наше интервью подходит к концу. Это был начальник Софийского полка Василюк. Всем удачи, всем хорошего настроения. Скажи пока Василюк. Ну, желаю отдачи всем, кто слушал. Также всем, кто не слушал. Кушайте кашу, слушайтесь маму. Будьте счастливы. Отлично. Жиш, всем пока, всем удачи, всем всего лучшего. До свидания. Любишь ли ты пудинги? Я их на самом деле не пробовал. Даже. Василюк Кашилюк или Василюк Суппает? Ген Топек. Василюк, кто победит? ДЦР или наши? Что ж, в данном игруфайте, который начался уже с минуты на минуту между пластунами ДЦР и нашими ребятами из 33-го игрского полка, на самом деле сложно ответить. конечно, я бы хотел быть патриотом и сказать, чтобы победили наши, но я не знаю, какой состав у ДЦР, может быть, и не скиллови наших. И на самом деле, мне просто известна одна часть договора между между ними. О том, что в случае проигрыша наших ребят в ДЦР приходит, придет один человек. Я бы вообще хотел, чтобы он пришел в ДЦР, поэтому отчасти я бы хотел, чтобы победили ребята из ДЦР. Но ставку сделала на наших. оказавшись перед сухпайком, что вы скажете? Кем? Перед сухпайком. Армейским сухпайком? А шо говорит-то? Ну, я бы его пост сажрал. На самом деле, я пробовал армейский суппайок, но, в принципе, довольно неплохая пища. А шоколадки вкусные. Шоколадки вкусные? Ну да. Хотели ли вы звание выше? Например, начальник сопи, начальник Тесни? Хотели ли вы звание выше? С ним? Как хуя, блин? Бля. Ябаный в рот. Я вообще не хочу ответить, все честно. Так, достижение. Ну, у нас первой парой был Курсач, и я опоздал на автобус. И тут мне резко приперло посрать, и... Блядь, сука, я очень хочу это сказать, но я не могу это оформить. Подожди. Слушай, такое ведь реально было, я... Я просто не могу, понимаешь? Я посорял за три минуты, блядь, успел добежать на автобус. И прикинь, как я с тобой гордый, блядь. до другое достижение возьму. Сказать, что это не достижение, а, так скажем, навык, которым я... ну прикольно. Ну прикольно. Знаешь, от провал, я хуй знаю... Я хуй знаю, что в провале придумаешь. проиграл группа и там украинская история такое. Чуку... Мне... Отлично женский у нас здесь. Ну так, лучше это поинтереснее. Ну да. Знаешь, у меня ничего такого прям не было пиздецового. Чтоб такого сказать. Вообще ничего такого не было. Я даже не обсирался нигде. Блядь. Можешь ответить, что тебе вообще не было? У тебя все нормально и все все прекрасно. У тебя будет. Какой. Ладно, так и отлично. В принципе. Это хорошо. Да. Это самый вопрос. Да. Да. Хорошо. Опишите свое самое большое достижение в жизни и самый впечатляющий провал. Так, ну, насчет достижений. Трудно сказать, что достижения у меня скорее есть навык такой, которым я безмерно горжусь. Я умею муху убивать резинку. Меня этому научил мой отец. Влад. с ним не вы стержаться. Не вы стержаться. Не вы стержаться. Да, да. так давай давай вот скажу ты умеешь муху блять резинки пожалуйста вот я сейчас задам вопрос да и можешь пожалуйста не говорить буквально 10 секунд сейчас самого надо да хорошо опишите свое самое большое достижение жизни и самый впечатляющий провал такс но насчет достижений не особо таких нету несколько есть навык которому мне научил мой отец я в общем умею убивать мух резинкой давай и ваш водички